Издательство «Книга вслух» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Убийство эпохи Все почитатели и знатоки Рока помнят эту дату — 8 декабря 1980 года. В тот день был убит кумир миллионов, певец Джон Леннон. О жизни Леннона и его ансамбле The Beatles написано так много, что рассуждать здесь о его биографии было бы нелепо. Но кем был его убийца? Марк Дэвид Чепмен и не думал скрываться. Сидел на месте преступления и читал книгу. Говорили, что он для того и убил великого певца, чтобы о нем тоже заговорили. Такое в психиатрии называется синдромом Герострата. И если уж подходить к этой криминальной драме как к синдрому, то весьма интересной оказывается именно биография убийцы, потому что она невероятна в своей типичности. Чепмен был уроженцем Техаса, то есть самого американского из всех штатов Америки. Техас — это своего рода консерватизм американской истории или поэма ковбойского фольклора. Отец будущего убийцы служил в американских ФВС в чине сержанта, то есть был типичным американским бравым парнем. Мать работала медсестрой, что тоже укладывалось в легенду о положительной средней семье. Принадлежавший к новому поколению Марк, достигнув подросткового возраста, не мог не стать битломаном, и он им стал, даже играл на гитаре в школьном ансамбле. Вся комната 12-летнего подростка была обклеена плакатами ливерпульской четверки, он даже одевался как члены группы The Beatles и отрастил длинные волосы. В психиатрии такое стремление перенять на себя чужой облик и чужую жизнь называется сублимацией. До этого момента Чепмен настолько укладывался в стандарт, что казался не настоящим человеком, а каким-то американским клише. Но дальше все пошло не так. Рок-группа Джона Леннона распалась в тот момент, когда Чепмену было 15 лет, то есть к тому возрасту, когда формируются активные самосознания, максимализм и стремление выразить себя. Для парня распад главного ориентира его жизни стал поворотным моментом и личной трагедией. Он просто начал сходить с ума и впал в депрессию. Естественно, этого никто не заметил, взрослые редко обращают внимание на юношеские пристрастия своих детей, потому что сами уже давно все пережили и забыли. Психически неустойчивый юноша Чепмен уехал из Атланты и пытался найти себя в чем-то другом. Вернувшись, парень принялся лихорадочно распродавать свою коллекцию пластинок с глаз долой и сердца вон. Он постригся и начал одеваться, как американский клерк. Выяснилось, что за это время он успел вступить в ассоциацию молодых христиан, изучил священное писание. Логично это с точки зрения психиатрии. Более чем. Человек, понесший утрату, часто обращается к религии за моральной помощью, а с Чепменом случилась именно утрата. Он потерял близких людей, которые являлись для него единым и неделимым целым, своего рода семьей. Учиться он после этого не мог и не видел смысла. Депрессивное состояние все время гнало его в дорогу. Очевидно, Чепмен пытался убежать от самого себя. Он остепенился, женился, стал агентом по делам азиатских беженцев, но в сочетании с его все еще активным молодым возрастом благотворительные миссии выглядели неубедительно. Гораздо больше Чепмена привлекало насилие. Оно и страшило, и притягивало. Оказавшись на Востоке, в Южной Корее, Японии, Гонконге, Таиланде и Ливане, Чепмен заинтересовался уличными перестрелками, собирал записи стрельбы, которые возбуждали его и одновременно наводили ужас. Наконец он перестал играть роль агента-миссионеров, который тоже не видел никакого смысла и, не имея никакой профессии, стал сторожем в административном центре округа Гонолулу в Айкики. Скучная рутинная работа вовсе не способствовала выходу из долговременной депрессии. При этом никто из окружающих Чепмена людей не усмотрел в его поведение ничего странного, потому что оно по-прежнему выглядело типичным. Мало ли таких средних американцев, затерянных в мегаполисах. Богачи со своими проблемами ходят к психоаналитикам, все остальные спасаются как могут. Но сублимация Чепмена никуда не исчезла. Об этом говорит тот факт, что, уходя с работы 23 октября 1980 года, он расписался в рабочем журнале как Джон Леннон. Чепмен уволился, купил пистолет, занял 2000 долларов и отправился в свою последнюю поездку. 8 декабря 1980 года Чепмену удалось дождаться Леннона возле его дома, и когда певец в 4 вечера пошел на студию громзаписи, он взял у своего бывшего кумира автограф на новом альбоме. При этом присутствовал фотограф Пол Гореш, который, сделав снимок Чепмена вместе с Ленноном, обещал сделать для Чепмина копию. И Чепмен остался возле дома ждать снимок. Без 10 минут 11 вечера Леннон и его жена Йоко Оно вернулись домой. Чепмен окликнул певца «Эй, мистер Леннон!» и пятью выстрелами в спину смертельно ранил его. Леннон был доставлен в больницу и в 23.15 скончался. А Чепмен сел на бордюре под фонарем и стал читать культовую книгу своего поколения «Над пропастью воржи». Логично это для человека, только что убившего того, кто был для него в юности, дороже всех. Абсолютно. Никто здесь не пытается оправдывать Чепмена и его жуткий поступок, но никакого синдрома Герострата в его действиях нет. И не для того он все это учинил, чтобы прославиться. Вектор жизни Чепмина был направлен не на восхождение, а на спад. Он стрелял в собственное прошлое, в свою истинную веру. Религия для него верой так и не стала, да и не могла стать. Уже на суде возникла теория о синдроме Герострата, поскольку Чепмен утверждал, что его целью было привлечение внимания к себе и желание самоутвердиться. Это вполне укладывалось в версию защиты о невменяемости клиентам. Но убийцу признали вменяемым и приговорили к пожизненному заключению. Восемь прошений о помиловании были отклонены во многом из-за отношений к фигуре Леннона. Член исправительной ассоциации штата Нью-Йорк Роберт Генжи сказал, что Чепмина никогда не помилуют из-за общественного резонанса, который может вызвать освобождение убийцы Леннона. Джон Леннон давно уже был больше, чем певцом, а за Битлз больше, чем рок-группой. Для огромной части юного поколения они стали членами семьи и смыслом жизни. Это был настоящий культ, обладавший всеми чертами, присущими культу, гипнотическим влиянием, абсолютным доверием и восхищением, перешедшим в поклонение. Но такой культ провоцирует серьезные заболевания психики. Именно это и случилось с Чепмином, который стрелял не в своего бывшего кумира, а в себя. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Субтитры создавал DimaTorzok